Беларусь нафта плануя селета повеличить объемы геолога-разведочных работ на 60%. Об этом сегодня поведомили журналистам подчас пресс-тура у Центра працовки, доследования и заховывания керна. Керн – узор горной породы, сдабытый при допомозе Буренне. Его доследование необходимо, как вызначить на керунок проведения работ. Дмитрий Котов протягнет. Вот это сердце Центра керна-сховища. Тут заховываются узоры горной породы, которые добываются в Беларуси. Ранее весь материал находился в разностайных ангарах в Гомельской и Минской областях. Это не дозволяло бы корыстовывать его на 100%. Ситуация изменилась в 2015 году со заявлением Центра працовки, доследования и заховывания керна. За период 2016-2017 года весь керновый материал по нефтяным месторождениям был сконцентрирован в городе Гомеле, в Центре обработки, исследований и хранения керна. Данный керн был систематизирован и каталогилизирован и уложен на долговременное хранение, потому что есть такие территории, где у нас керн не полностью разведан. Ну, как бы отбора керна на этих территориях не было. А чтобы произвести исследование, нам необходимо исследовать, может, похожие площади с похожими условиями. Керн, яки тропляя у Центр, отправляется у лабораторию для доследования. Однако, першипочатково проходит специальную процедуру под рыхтолки. Процесс подготовки заключается в экстрагировании или очищении имкосного пространства горных пород от углеводородов. Эти углеводороды могут содержаться в порах, кавернах. Процесс экстрагирования у нас проходит в стеклянных аппаратах САКС-ЛЕТА с помощью органического растворителя ТОЛОУ. Метод экстракции заключается в длительной выдержке образцов керна в горячем растворителе при близкой к температуре кипения образцов. Головная задача у всех проводимых манипуляций с керном – наметить на керунок и геолого-разведочных работ. Отриманные дадины и выкаристовываются при подрыхтолцах структур для бурения новых сведровин. Дякуючи заявлению сучасного центра, объемы геолого-разведочных работ на предприятии «Беларусьнафта» что год повелишиваются. Все лето плануется прирост на 60% у поравнания с минулым годом. Задача на наступный год повеляшения еще на 30. Впервые в новой истории мы поставили себе сильный план в этом году – компенсировать уровень годовой добычи нефти полностью спрессозапасов. А это в 1 миллион 670 тысяч тонн. Вот это, наверное, есть главные ответы, что позволяет нам этот центр. Он позволяет нам вооружать информацией для самого главного нашей задачи, для геологов. Это увеличение объемов поисководочных работ. Сучасные обсталявания, а так само квалификованный персонал позволяют предприятиям активно развивать экспорт послуг. Размова в первую чергу про Россию и Украину. Однако специалисты добро себе зарекомендовали и в таких далеких краинах, как Индия, Венесуэла и Эквадор. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».